Пожар в доме номер 34 произошел из-за перегрузки электрической сети. Он начался в муниципальной квартире, расположенной на первом этаже здания. Затем огонь перекинулся на верхнее помещение. К счастью, никто не пострадал. Однако выгоревшему подъезду требовался немедленный ремонт. Тем более, что в одной из квартир проживала многодетная семья. Решением городского совета депутатов на восстановительные работы были срочно выделены бюджетные средства. Средства, которые были выделены депутатами сессии городского совета, сегодня практически они все использованы. Осталось две недели. Надеюсь, что в течение этих двух недель жители приедут, посмотрят какие-то свои еще предложения, которые в рамках проекта можно сделать и доработать. Подрядчики сделают и доработают, пообещали. И надеюсь, что к концу июля жители у нас въедут в свои квартиры. Фирма, выигравшая конкурс на проведение ремонта, хорошо зарекомендовала себя в городе. Именно ее сотрудники проводили отделку квартир в подъезде дома номер 10 на улице Маршала Жукова после завершения работ по укреплению фундамента. В 34-м доме речь шла не только о косметическом ремонте. Объект такой сложный был, поскольку пришлось менять в существующем доме, где живут люди, и полпотолок, перекрытия полностью вышли из строя. Поэтому сложное производство работ. Мы видели, что жители уже и по своим предложениям делают дополнение к нашим муниципальным деньгам, к ремонту, который мы сделали. На завершение всех работ у строителей осталось еще две недели. В любом случае, окончательную оценку ремонта поставят сами жители, пострадавших от огня квартир. Жители приедут в эти две недели и будут смотреть, как основной вот этот чистовой лицевой ремонт будет производиться в своих квартирах. И дадут свои еще какие-то предложения. Подрядчик заверил, что учтет мнение жителей с точки зрения пожеланий, которые они скажут. Остается добавить, что в ходе торгов первоначальная стоимость муниципального контракта на ремонт горевших квартир снизилась почти в полтора раза. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...